Сегодня будем говорить о проблемах с позвоночником, межпозвонковых грыжах и протрузиях. Несмотря на то, что у меня уже много видео и статей на эту тему, она не перестает быть актуальной и постоянно, регулярно обновляется информация. Я узнаю многое новое и спешу делиться этим с вами. Тем более вы знаете, что у меня и грыжи, и протрузии были страшные боли, врачи меня лечили и чуть не залечили. После почти трех годового лечения боли были настолько сильные, что я уже не мог даже спокойно лежать. Не то, что сидеть и ходить. Пока не взялся сам за себя, и вы знаете, преодолел это все, сейчас успешно, спокойно приседаю и делаю становые тяги. И вообще тренируюсь. Уж очень много мифов и нелепостей приходится слышать от данной проблемы. Особенно смешно, когда начинают обвинять в этих проблемах приседания со штангой и становые тяги. Конечно же, сдуру можно и хе сломать, но при правильной технике вы только укрепите и обезопасите свой позвоночник. Что опаснее, ходить в тренажерный зал или в офис на работу? Большинство из вас удивится, но в офисе вы и получаете свои проблемы с позвоночником. Да, именно в офисе, когда сидите по несколько часов, не вставая за монитором или просто за письменным столом. Ибо нет ничего опаснее и вреднее для нашего с вами позвоночного столба, чем сидеть на своей пятой точке непрерывно и долго. Хотя нет в рук, есть. Еще более вредное воздействие оказывает на позвоночник сидение в наклоне. А сидеть в наклоне с весом в руках вообще смертельно. Задумайтесь над фактом сегодняшнего дня. Как вы думаете, в каком возрасте люди нашего времени получают проблемы с позвоночником в виде грыж и протрузий? Уже к 20 годам. Я сам в шоке от такой статистики. Но еще больший шок это то, что 99% из них ни разу не посещали тренажерный зал и штангу в глаза не видели. Не то, чтобы приседать с ней или делать становые тяги. Они названий таких не знают. Скажу прямо, приседания и становые тяги вообще мало кто делает. Ведь это по-настоящему крепкая, изматывающая мужская работа. А большинство сегодняшних парней и на парней то не похожи. Вот и дрочат они свои худые бицепсы концентрированными подъемами и жмут лежа штангу в надежде стать как Арни. Но никто и не задумывается и не знает о том, что Арнольд, о чем он сам всегда говорит, считает лучшими упражнениями приседания и отжимания от брусьев. Но нет, большинство придурков слушают своих придурочных тренеров. Типа что качаем, то и растет. Конечно, если ты на фарме, то ты можешь позволить себе быть тупым качком. Но если ты являешься грамотным натуральным атлетом, то и поступать тебе нужно грамотно. Как в тренинге, так и в питании и, естественно, в отдыхе. Приседать и тянуть очень сложно. Еще и при правильной технике. Проще всего сесть, а лучше лечь в тренажер и создавать видимость тренировки, списывая все свои неудачи на отсутствие фармакологии. А объяснять нежелание приседать, тянуть опасностью получения травмы спины и коленей. Хотя, 99% тренирующихся даже не задумываются, что приседать гораздо безопаснее для коленей, чем разгибания ног сидя. Откуда им знать, что коленный сустав испытывает перегрузки при выполнении работы, когда ступня не упирается в опору, проще говоря, не стоит на полу или платформе тренажера. А травму позвоночника в тренажерном зале больше 70% людей получают не от приседов и даже не от становых тяг, и не от румынских тяг, а от всеми обожаемого подъема штанги на бицепс. Вы в шоке от таких статистических фактов? А я нет, ибо вижу, с какой техникой парней выполняют это упражнение. Я удивляюсь, что не больше 90%, а всего лишь 70%. Не зря ведь я писал статью о рейтинге мышечных групп и снимал об этом видео. Их зависимость друг от друга в плане роста как массы, так и силы существует, и на это нужно обращать внимание, когда вы составляете свои тренировочные программы. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с этими материалами, чтобы иметь элементарные понятия, как, что и почему. Вернемся к нашим 20-летним инвалидам. Кто из вас задумывался, почему они получили грыжи и протрузии в позвоночнике уже в таком юном возрасте, хотя еще лет 15 назад статистика показывала цифру 35-40 лет? Кто виноват? Конечно же можно свалить вину на них самих, но это будет нечестно. Ибо все начинается с дома и школы. Вспомните нашу с вами школу. Уроки по 45 минут с 10-минутными переменами для позвоночника, особенно растущего детского, это жесть. Вот вам и причина. Первая и основная. Максимальное время, которое можно сидеть при правильной осанке и индивидуально настроенном стуле и столе, равна 20 минутам. После чего необходимо как минимум 5 минут встать и размяться. Кто из вас так поступает, особенно в школах? Поскольку сидят наши дети в школе на уроке, не вставая с места. Поскольку уроков в день, сколько раз в неделю. А дома вы контролируете их за компьютерными играми? Еще есть вопросы по поводу того, откуда берутся грыжи и протрузии в столь раннем возрасте. А я уверен, что уже со дня на день объявят новую статистику, в которой уже школьники будут иметь эти проблемы в подростковом возрасте. Если бы эти детки хотя бы посещали тренажерные залы, делали бы необходимые упражнения на укрепление корсета мышц кора, то ситуация была бы гораздо лучше. Но этого, к сожалению, не происходит. И вряд ли произойдет. Это что касается долгого сидения. Да, еще в правильном положении. Но это не единственная проблема и причина. Вторая по списку, но не по значимости. Это проблема питания. Вы все знаете, что нам с вами необходимо топливо для здорового и полноценного существования. Но когда мы говорим нам с вами, это значит, что и суставам, и позвонкам, и всему организму необходимо полноценное питание. Кто сейчас, кроме людей, посещающих тренажерные залы, следит за своим питанием? Да практически никто. Даже больше скажу. Со школьной скамьи нас приучают, что надо быть проще и есть, что дают. Но это неправильно и опасно, и даже бесчеловечно по отношению к самому себе и к детям. Питательные вещества должны поступать в организм, и питание должно быть полноценным. Полноценным, в первую очередь, а не разнообразным. Эти необходимые питательные вещества к позвонкам доставляет кровь. Конечно же, если вы позаботитесь, чтобы они присутствовали в вашем рационе. Но когда мы мало двигаемся, много сидим, этого не происходит. Кровь не поступает в необходимом количестве к позвонкам, к суставам. А если вы при этом еще и едите всякое Г, и пьете мало воды, или вообще игнорируете ее в пользу газированных напитков, сладких, вы просто сами себе привозите грыжи и протрузии. Лучше всего, кровь подходит к позвонкам во время ходьбы. Именно поэтому, если у вас есть проблемы со спиной, или вы хотите их избежать, возьмите за правило, ходить пешком, перед сном, как минимум 30-40 минут. После этого, сделайте растяжку на все тело, и выполните известную вам уже мою гимнастику, которая мне помогла избавиться от страшных болей, и которая мне сейчас помогает работать с приличными весами. Как в становой тяге, так и в приседаниях. Во-первых, будете оберегать свои позвонки. Во-вторых, спать лучше будете. Старайтесь пересмотреть свое отношение к жизни. Больше по возможности ходите пешком. Если вам до работы 10-15 минут, то преодолевайте это расстояние пешком. Тем более, когда хорошая погода. Или хотя бы, когда хорошая погода. И детей своих настраивайте на данный путь, преодоление расстояний. Хотя бы коротких. Сходите в школу на родительское собрание. И потребуйте вместе с другими родителями, чтобы на уроках после каждых 15 минут дети имели возможность встать на пару-тройку минут и размяться. Это ваши дети. И вы в ответе за их здоровье. Запустите. Потом будет поздно. Теперь вернемся к приседаниям и становым тягам. Это отличные упражнения. Лучшие упражнения при грамотном подходе. При тренинге с головой. Вы будете получать от них только пользу. Это лучшие упражнения для парней и для девушек. Это два упражнения, способные вызывать стресс, необходимый для выбросов кровь анаболических гормонов, которые отвечают за рост мышц, за жиросжигание и за многие другие процессы, протекающие в нашем организме. Особенно мужском. Именно этими упражнениями, при правильной технике и полноценном питании, вы защитите свой позвоночник от проблем, таких как грыжи и протрузии. Здесь многие скажут. Но как же так, Егор? Ты ведь сам получил и протрузию, и грыжи. И советуешь нам делать все эти упражнения. Да, друзья, я получил эти проблемы. Но не на тренировках с железом, а по своей глупости и дурости. Можно сказать, из-за своего эго. Первую проблему я получил, когда помогал другу, желающему построить дом, но сэкономившему на разгрузочной технике. И в итоге, мы вручную разгружали 12-метровные бревна. Естественно, я получил травму. Но продолжал успешно тренироваться, и делал как приседания, так и тяги. Второй раз, и уже очень серьезно, я пострадал, когда после 17 лет успешных и безопасных тренировок с железом, решил выступить на соревнованиях по стронгмену. А вы знаете, поднимите статистику, нет ни одного здорового стронгмена. У каждого из них есть травмы. Подъемы и удержания автомобиля, неподъемные, огромные бетонные шары, прогулка фермера, с бетонными блоками, по 140 килограмм в каждой руке, на время и расстояние. Плюс различные толчки бревен, и подобные движения, быстро убили мой позвоночник. Дальнейшая история вам известна. Кому она не попадалась, пересмотрите видео, ссылки я дам под этим видео. Также на моем сайте и видеоблоге, в YouTube вы можете найти упражнения, которые необходимо делать, при проблемах с позвоночником. Как и что делать, чтобы избежать, а также есть специальное видео, как выполнять упражнения в положении сидя, и многие другие. Это очень важная и полезная для вас информация. Советую вам ее изучить, даже если у вас нет никаких проблем. Ознакомьтесь с ней, хуже не будет. Вы уже поняли, что сидячее положение, самое вредное и неестественное для нас, и его нужно избегать. Лучше стоять или лежать. И конечно же, на работе и в школе, не сидеть дольше 15-20 минут, без перерыва. Помните о необходимости, укрепление всего комплекса, мышц кора. И не забывайте о растяжке мышц. Ведь я уже не раз указывал, что это может быть причиной протрузий и грыж. Если не делать растяжку, то от силовой работы, хотите вы того или нет, мышцы укорачиваются. И со временем, такой укоротившийся бицепс бедра, вызывает перенапряжение, постоянное давление на поясничный отдел позвоночника, что и приведет к травме и проблеме. К болям, так уж точно. Я уже не говорю о возможности разрыва самой мышцы, и даже ее полного отрыва. Резюмируя все вышесказанное, можно и нужно сделать следующие выводы. Больше ходите пешком, меньше сидите и бегайте. И ни при каких обстоятельствах не сидите в наклоне, или упаси вас бог поднимать что-то с пола из положения сидя. Вспомните, как вы берете гантели с пола, когда собираетесь поработать лежа или сидя. Приседайте и выполняйте становые тяги. При грамотной технике они вам только помогут. Соблюдайте правильное, полноценное питание. Любую тренировку начинайте с гиперэкстензий. И по возможности заканчивайте ими. Лучший вариант – это горизонтальный станок. Не забывайте, что есть экстензии и гиперэкстензии. Это два разных движения, но оба чрезвычайно важны для здоровья нашего с вами позвоночника. Вес при выполнении гиперэкстензий удерживайте в выпрямленных руках. Это даст возможность работать более сконцентрированно и с большим отягощением. Пейте 2,5 литра чистой воды в сутки минимум. И не убирайте жиры из своего рациона. Конечно же, речь идет не о вредных трансжирах. Жиры – это смазка, необходимая для суставов. А также без жиров в мужском организме не будут вырабатываться гормоны тестостерона. Начинайте день с гимнастики, из моего видео, которая помогла мне избавиться от адских болей. И заканчивайте день ею же. По возможности делайте ее и в середине дня. Если у вас боли, если у вас проблемы, делайте ее как можно чаще. Не забывайте растягивать ваши мышцы после тренировки слегка. И хорошенько растягиваться каждым вечером перед сном. После 30-40 минутной прогрессии. Еще немножко философских размышлений. Что касается молодых парней, которые хотят начать заниматься в тренажерном зале. Если для вас стать сильнее не является мотивацией, тогда вам нужно обратиться к психиатру. Что касается тех, кто занимался уже 2-3-4 года и ищет мотивацию. Ребята, вы занимаетесь не тем делом. Для девчонок что может быть лучше, чем мотивация стать лучше, стать красивее, стать здоровее, стать сексуальнее. Для девчонки, для молодой девчонки это самая лучшая мотивация, которая может быть, чтобы начать заниматься с отягощениями. Нужно любить это дело. Нужно быть искренним прежде всего самим собой. Потому что, как показывает жизненная практика, большинство из нас неискренне в отношении работы, в отношении абсолютно всего того, что нас окружает. Мы врём себе, что нам нравится наша работа. Поэтому в большинстве случаев происходит внутренний конфликт. Чтоб такого конфликта не было, вы должны любить само занятие с отягощением. Это должно быть как целью, так и вашим путём по жизни. Сам путь и есть основная цель. Это вы должны понимать, осознавать, воспринимать, как дважды два. То же самое касается любви. Многие любят, пока получают что-то взамен. Это не есть любовь. Если вы когда-то кого-то любили, вы никогда не разлюбите. Потому что настоящая любовь, она зарождается непонятно где, непонятно кем, непонятно как, и никогда не умирает. Не важно, как к вам относится, относился, будет относиться объект вашей любви. Если вас бросил парень или бросила девушка, неважно, предала, изменила, изменил, вы можете ненавидеть этого человека, вы можете его презирать, но в глубине вы будете любить. Именно так нужно воспринимать занятия с отягощением. Нет мотивации, кроме внутренней мотивации, внутреннего побуждения. Именно для этого мы и снимаем такие ролики, пытаемся объяснить вам, откуда раздут ноги, грубо говоря. Задумывайтесь об этом. Делайте все с головой. Понимайте все то, что вы делаете. Любите то, чем вы занимаетесь. Жизнь на самом деле любит каждого из нас. А вот как мы уже воспринимаем нашу жизнь, зависит от нас. Любите жизнь. Тогда будет у вас хорошее взаимопонимание со всем. И в первую очередь с самим собой. И вы не будете искать мотивации к чему-то. Не будет у вас какой-то внутренней неразрешенности, вот этого внутреннего конфликта. Помните об этом всегда. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!